МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Итоги дня на телеканале Хабар в студии Марат Мухаммеджиреев. Спикер Манжелиса с официальным визитом посетил Ташкент. Это первая поездка Нурлана Нигматулина в Узбекистан на высоком уровне. Казахстанскую делегацию встретили по всем правилам восточного гостеприимства. О сотрудничестве стран в парламентской сфере расскажет Динара Жанбатырова. Официальный визит именно такой. Статус у поездки председателя Мажелиса парламента Нурлана Нигматулина в Ташкент подчеркивает, прежде всего, особый характер отношений между странами. И форме, что немаловажно содержанию таких встреч, уделяется большое внимание. Каждый пункт визита составляется таким образом, чтобы максимально продемонстрировать взаимное уважение. После приветственных рукопожатий уже, собственно, и сами переговоры. Председатель Мажелиса парламента со своим коллегой Нурдинджоном Исмаиловым обсудили, безусловно, парламентское сотрудничество. Пришли к единому мнению – пора расширять договор на правовую базу. А она, в свою очередь, значительно ускорит темп экономической интеграции двух стран. Стоит отметить, что взаимный товарооборот превзошел все ожидания. По итогам 2018 года показатель вырос больше, чем на 25% по сравнению с предыдущим и составил 2,5 млрд долларов. В планах эту сумму увеличить до 5 млрд. Это очень серьезная задача, это во многом трудная задача, но она вполне разрешимая, если мы будем эти темпы сохранять, темпы экономического сотрудничества, темпы роста взаимного товарооборота. Инициативы, деятельность первого президента Казахстана, Нуртана Абища Назарбаева, это очень серьезный показатель того потенциала, который есть в самом Казахстане. Это очень серьезный политик глобального масштаба. Человек, который может предлагать серьезные глобальные инициативы и добиваться их реализации. Глава мажориса Нурлан Нигматуллин за столом переговоров с узбекским председателем Сената. Говорили о совместной ратификации международных документов и пообещали чаще ездить друг к другу в гости. На всех встречах здесь, в Узбекистане, как с руководством страны, парламентариями, так и с жителями, мы увидели особое отношение, увидели особое уважение к первому президенту Казахстана Ельбаса, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который все эти годы уделяет большое внимание укреплению отношения с братским узбекским народом. Сегодня очевидно, что Казахстан-узбекское сотрудничество динамично развивается, развивается во всех направлениях – политическом, экономическом, культурно-гуманитарном. На совершенно новый уровень выходит и межпарламентское взаимодействие. И сегодня мы с нашими узбекскими коллегами договорились активно его развивать, чтобы обеспечить законодательную поддержку всем стратегическим договоренностям руководства Казахстана и Узбекистана. На узбекской земле проживают полтора миллиона этнических казахов. Для них работают 500 школ на родном языке. Многие плечо к плечу трудятся на казахстанских отечественных предприятиях. За последние годы их количество значительно выросло. И это не единственный пример сотрудничества. Год Узбекистана в Казахстане в 2018, год Казахстана в Узбекистане в 2019 самым активным образом повлияли на то, что укрепление нашего сотрудничества вышло на новый уровень. И мы замечаем это во всех сферах. Я думаю, что тот уровень интеграции, который существует и в регионе Центральной Азии, и на постсоветском пространстве, это во многом заслуга выдающегося политика современности Елбасы, но у Султана Абишевича Назарба. Государственность сформирована, рыночные отношения созданы, дружба народов обеспечена. Пора расширять горизонты межпарламентского сотрудничества, а значит и экономического. Казахстан и Узбекистан к этому готовы и намерены приложить все усилия. Социальные сети стали площадкой, где можно высказать альтернативное мнение. В период электоральной кампании бурные обсуждения ведут к повышению политической культуры казахстанцев. Такое мнение озвучил главный редактор сайта tarlan.kz. Политологи и эксперты сегодня за круглым столом обсудили предварительные итоги предвыборной гонки. По их словам, она значительно повысила планку для будущих избирательных кампаний. Сегодня у каждого пользователя соцсетей есть свое мнение, которое звучит на просторах казнета. Последние недели здесь наблюдается мощная агитационная волна. Сейчас соцсети превратились в такой вот пацдарм, где самые различные комментарии, присутствуют в самые различные точки зрения. Это медленно, может быть, но верно ведет к развитию политического уровня, политической культуры, в первую очередь у молодежи. Это первая избирательная кампания, пожалуй, в Казахстане, которая проходит с заметным перевесом агитации именно в социальных сетях. То есть происходит постепенно отход от традиционных медиа в сторону более эффективного, более широкого использования инструментов социальных сетей, новых медиа, площадок, где люди имеют возможность в режиме обратной связи реагировать на агитационные материалы, приступать в полемику. К другим темам. Состояние пострадавшего в пожаре на автогазозаправочной станции в Шемкенте крайне тяжелое об этом, заявили врачи областной ожоговой больницы. 20-летний работник был экстренно госпитализирован в реанимацию. Сегодня в полдень на одной из станций по проспекту Жбек-Жолы произошло возгорание емкости с остатками газовой смеси. Из-за огня затем взорвались 4 автоцистерны. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить масштабную трагедию. Как сообщили в департаменте полиции Шемкента, по данному ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Также на территорию автогазозаправочной станции взорвались 2 автоцистерны емкости 7 кубометров и 2 автоцистерны 50 кубометров. На тушение пожара были задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава. Служу подручения ДЧС города Чемкент. Причины размера и материальная ушерва в данный момент выясняется. При поступлении состояние больного было крайне тяжелое. Диагноз при поступлении термический ожог пламенем лица, шеи, туловища верхних и нижних конечностей, ожоговый шок. Необходимая помощь больному оказывается. Крупный канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов пресекли сотрудники Комитета национальной безопасности. В ходе крупномасштабной спецоперации силовики задержали шестерых участников группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе обыска изъято три гранатомета, два автомата, пять пистолетов, глушители, оптический прицел и около полутора тысяч патронов разного калибра. Оружие и взрывные устройства подозреваемые изготавливали в кустарной мастерской, расположенной по месту жительства одного из фигурантов дела. Проводится досудебное расследование, а следствию предстоит установить личности покупателей криминального оружия. В Жилстройсбербанке Казахстана опровергли информацию о массовом закрытии счетов. Ложные сообщения распространились сегодня в мессенджерах. Авторы рассылки писали, что якобы в отделениях банка наблюдается паника. Люди выстроились в очереди и в срочном порядке снимают деньги с депозитов. Провокационную новость злоумышленники подкрепили фейковой фотографией. Однако все это оказалось дезинформацией. По словам руководства Жилстройсбербанка, все центральные и региональные отделения работают в штатном режиме. А вот авторам лжи рассылки за злую шутку придется ответить. Правоохранительные органы уже занимаются их поиском. Сегодня 456 вкладчиков с утра с 9 часов буквально до 15.00 открыли 456 новых вкладов. Мы выдали 95 кредитов с утра. Сегодня очень большое количество кредитных заявок. Вчера, например, мы выдали 279 кредитов. И 277,9 семей, соответственно, справляют сегодня новоселье. Мы видим, что работа идет в стабильном режиме. Поэтому никакого ажиотажа со стороны своих вкладчиков мы не почувствовали. Коллекцию музея изобразительного искусства в Шимкенте пополняют картины, конфискованные у казахстанских коррупционеров. Сегодня выставочный зал украшает больше 500 редких произведений искусства. Среди них работы Айвазовского, Шишкина, Серова, Рериха, Хальцмана и ряда других знаменитых мастеров. По данным антикоррупционщиков, стоимость картин на торгах достигает 5 миллионов евро. Конфискованный антиквариат передается музею по решению суда. Сейчас в коллекции 89 скульптур малой формы, 80 редких книг и свыше 10 ценных ювелирных украшений. Все они датируются 18 и 19 векам. Мы считаем, что те вещи, которые были в закромах, скажем так, у бывших коррупционеров и которые ныне осуждены, должны стать и должны стать достоянием общества. И то, что раньше было спрятано, сегодня становится достоянием всего общества. И как раз таки, для того, чтобы познакомиться, посмотреть, в прямом смысле, результаты протеста с коррупцией, работы от коррупционной службы, достаточно прийти в галерию и посмотреть на эти шедевры мировой классики. Суперэлитные семена соя посеяли в Казахстане. Об этом на брифинге в правительстве сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его словам, на севере страны засеяли 14 тысяч гектаров ранее спелых семян иностранной селекции. Выращенный урожай будет использоваться как семенной материал и даст возможность в два раза увеличить сбор культуры. Ведомстве, таким образом, надеются уйти от импорта и начать экспорт этой агрокультуры. Всего же, по данным ведомства, общая площадь земель, вовлеченных в посевную компанию, достигла 19 миллионов гектаров. А для проведения полевых работ из бюджета выделено 60 миллиардов тенге. За пять лет довести площадь сои до полтора миллиона гектар, повысить урожайность гектара до 25 сантиметров, также увеличить валовый сбор более трех миллионов тонн, а также загрузить перерабатывающие предприятия. Если взять на сегодняшний день, перерабатывающие предприятия у нас загружены на 26%. То есть мы даже импортируем сою с России. Вот россияне активно раскупают ранний урожай южно-казахстанских дынь. Деканем Мактаральского района Туркестанской области экспортировали свыше 500 тонн сладких плодов. В этом году фермеры засеяли бахчевыми культурами 11 тысяч гектаров. А спросом за рубежом пользуется голландская дыня Дакара. Ультраранний сорт поспевает всего за 50 дней. К примеру, Нуржан Асавов – один из немногих в регионе выращивающих этот вид дыни. И он высадил на 20 гектарах, с каждого собирает по 50 тонн урожая. В Россию мы отправили 100 тонн дыни, в ближайшее время планируем доставить еще 350 тонн. Поставки осуществляем в Москву, этот сорт дынь требует много воды, но зато созревает она 20 дней раньше обычной. К тому же вкуснее. В Павлодарской области развивается сельское предпринимательство. Только в этом году в регионе по программе «Янбек» планируется выдать 432 микрокредита. Впрочем, несмотря на инструменты поддержки бизнеса, открыть дело и сделать его процветающим не так уж легко. Почему об этом расскажет Салават Тимир Булатулла. Бизнесу Салтанат ровно три года. За это время площадь ее придорожного кафе расширилась. А в меню появилось много новых блюд. Качество обслуживания, удачное расположение у международной автострады сделали свое дело. Благодаря взятому у государства льготному кредиту и строительству придорожного кафе, Салтанат смогла создать на селе 10 постоянных рабочих мест. А недавно она решилась воплотить в реальности свою давнюю мечту и построить мини-гостиницу для путников. Ведь с каждым годом поток туристов из соседней России в Казахстан только растет. Стройка идет по плану. Тут у нас будет банька, чтобы люди могли нормально помыться. Потому что многие едут из других городов и стран. Особенно дальнобойщики. Все бывают уставшие, всем нужно сделать остановку, немного передохнуть. Первый кредит в 3 миллиона тенге Салтанат уже погасила и взяла новые суммы в два раза больше. «Самое сложное – это начать. Многие именно этого боятся, потому что не знают, что тебя ждет, как все пойдет, хватит ли сил. Ведь есть и те, кто не смог дальше потянуть. Один раз ошибся – все, прогорел. А столько сил вложено. Государство должно гибко реагировать и делать все условия, чтобы помочь людям. Мы, например, всей семьей здесь живем в кафе. Сделали отдельную комнату. После расширения думаем принять на работу еще 5-6 человек». Желающих открыть свое дело население мало. Получается не у всех. Даже низкие ставки по кредиту в 6% годовых не спасают. Боя на улиц Габит Бердалин начинал производить кирпичи еще 5 лет назад. Причем прямо во дворе своего дома. Все заработанные деньги пускают на развитие небольшого предприятия. Говорит, были бы условия лояльнее, давно построил бы мини-завод. «Протянул высоковольтную линию электропередачи длиной 600 метров. Взял специальный кабель, пробурил скважину. Есть трактор. Три человека работают постоянно. За невозможное не берусь, а делаю то, в чем уверен и что мне под силу. Главное – спрос есть. Но от дополнительной поддержки никто, конечно, не отказался бы». Большинство боя на улицах берут кредиты для развития животноводства. По программе «Енбек» с начала года деньги получили 34 участника. «В августе ждем второй транш для поддержки новых проектов. Люди приходят, спрашивают, обдумывают. В прошлом году получили 206 миллионов тенге и охватили 90 человек. Интерес у боя на улицах большой». В Павлодарском прииртыши для развития продуктивной занятости и массового предпринимательства планируют выдать почти 500 кредитов на 1 миллиард 900 миллионов тенге. Причем львиная доля проектов приходится именно на сельчан. Сколько из них в итоге смогут удержаться на плаву и стать успешными бизнесменами, точно никто сказать не может. Салватимир Булат, Ламарат Игликов. Итоги дня. Павлодарская область. Сегодня жители села Ахтере Калматинской области отпраздновали новоселье. Сразу пять семей заселились в просторные дома, которые построил глава крестьянского хозяйства. Причем сам меценат ничего особенного в своем поступке не видит. Более того, за 10 лет он обеспечил жильем около сотни нуждающихся. И в будущем предприниматель планирует возвести еще 40 таких же частных домов. При этом он старается всегда помогать не только своим работникам, в числе которых есть многодетные семьи и вдовы, но и старикам и ветеранам. Работа есть, нормально все. Раньше жили в старом доме. Хорошо, сейчас удобство все есть дома. Тепло. Европейский вариант дома. Все нормально дома. Вода есть, горячая вода, холодная вода. Ощущения этот не могу. Слов нету. Спасибо предпринимателю. Мы не должны ждать, пока государство нам все предоставит. Каждый житель должен быть активным. Особенно это касается предпринимателей. Все будет у тех, кто работает. Наша задача сейчас не допустить, чтобы работники уезжали в город. Нужно создавать условия здесь, в родном селе. В Алматы проходит этнофестиваль на сакских курганах Боралдая. Он забрал любителей национальных видов спорта из России, Венгрии, Казахстана и Кыргызстана. Все они состязаются в конных играх, стрельбе из лука, украшении строптивых мустангов и казахской борьбе. Охоченщие команды тут же показывают мастерство беркучи и егерей с гончими с собаками. В длинных рядах разместились народные умельцы. Они предлагают гостям сувениры и кухонную утварь в средневековом стиле. В юрточном ауле шаманы из Бюреттии демонстрируют алматинцам и гостям города ритуальные танцы. А вот на большой сцене развернулось театрализованное представление. Мы уже второй год сюда приезжаем, участвуем по стрельбе из лука, другие борются, вот национальная борьба казахская. И остальные горловое пение показывают, здесь исполняют. Очень красивый праздник развития, там свою народную культуру разных стран. Это очень хорошая идея. На два дня Кустанай стал столицей детского кино. Здесь проходит республиканский фестиваль «Дети Казахстана в мире без границ». На суд строгого жюри свои работы, это короткометражные фильмы любого жанра, представили 135 ребят из различных уголков республики. Весь материал ориентирован исключительно на детскую и молодежную аудиторию. В финале оказались победители областных и городских этапов. Кроме того, участники фестиваля познакомятся с профессиональными деятелями киноискусства. Для детей также будут организованы и мастер-классы. Мы все-таки взрослые. Наш взгляд немного по-другому. А вот каковы взгляды детей, вот действительно мир глазами детей. Вот и как раз мне хочется посмотреть, что их волнует, как их волнует. Такими были новости дня. С ними вы можете также познакомиться на сайте habar.kyz. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!